Здравствуйте, друзья! Всем, кто смотрит меня в трансляции. Спасибо. Да, мы сегодня поговорим про инновации. И если вам любопытно, вы можете найти меня на обеденном перерыве, подойти и рассмотреть их поближе. И поговорим еще о том, что доброго мы делаем для общества, и этим, и инновациями я занимаюсь не одна. Да. Помните, вначале Андрей говорил о том, что управляющая компания собирает 1% от EBITDA и передает на проекты по благотворительности. Но начали-то мы это с вами все много раньше. Еще два года назад вместе с фондом «Старшие братья», «Старшие сестры» мы начали делать проекты по благотворительности. И наша регулярная акция «Поворотный момент» принесла за это время 25 миллионов рублей. Давайте поаплодируем друг другу. Это на самом деле много. Эти деньги помогли тысячи ребят сделать счастливее. Потому что фонд работает не один год, гораздо больше, потому что он старается детям из детских домов дать то, чего они были лишены, большую часть взрослой жизни — поддержку, дружбу. И благодаря нашему участию для них стало возможным начало перемен. И я обратила внимание на такую закономерность, что перемены не только для них, не только для компании, но и, я думаю, что знатоки казахского должны были догадаться, что «мен» на моем родном казахском означает «я». И это время совпало с периодом моей личной трансформации. Я работаю в компании с 2016 года и возглавляю юридическое направление всея «Дода Брендс». Но в 2021 году я хотела насовсем уйти из юриспруденции. А поскольку я человек ответственный, сознательный, то мне были близки экологические проекты. Так они и оказались в портфеле моих задач. И вот сегодня я, собственно, хочу рассказать, поделиться с вами тем, к чему я пришла за два года. Это было трудное время, потому что у меня не хватало компетенции, я попросту не знала, что делать, за что хвататься. Очевидно было только то, что все эти экологические проекты должны были так или иначе связаны с упаковкой. И в это время у нас в компании был очень классный проект и, конечно, наверное, один из самых сложных, но мы это сделали, это выдача пицц на подносах. Меня это очень вдохновляло, потому что этот проект по всем канонам устойчивого развития. С одной стороны, это экологично, потому что многоразово всегда лучше, но с другой стороны, экономично, потому что пиццерия экономила от 10 тысяч рублей в месяц на закупку. Это ресторан. А как же доставка? Не можем же мы возить пиццу без упаковки? Хотя, конечно, такие идеи у меня тоже были. И когда я дозрела, что может найти что-то такое классное на доставку, то упаковка меня сама нашла. Уже много позже я узнала, что в Европе много производителей пластиковой упаковки, многоразовой для доставки пиццы. И у нас оставался один важный вопрос. Как же мы будем ее забирать у клиентов? Когда? И мы это решили. И не где-нибудь, а сразу в Дубае. В марте этого года мы запустили этот тест. И он был отличным и показал, что 99% клиентов сразу возвращают упаковку. Я сказала 99%, потому что был один, который оставил ее себе. Она ему очень понравилась. Но оставил такие чаевые, что стоимость упаковки была возмещена практически полностью. Когда мы достигнем общее количество собственных заказов на доставку до 30%, и количество заказов в кейсах тоже до этой цифры, то воздействие в них будет даже экономически выгоднее, чем в одноразовой картонной упаковке. И это опять будет и экономично, и экологично. Сегодня вечером мы узнаем, кто эти счастливчики разных секторов. Но где бы партнеры не открывали пиццерии в Дубае? Это опция для вас, точнее для клиентов. И для вас, соответственно, будет обязательной. Ну а посмотрим, кто запускает, кто следующий на очереди. И по своему желанию. Это пиццерии из Словении и Польши. Спасибо партнерам за доверие. И у меня возникает вопрос. Надеюсь, мне удалось передать его вам. Так, извините. Все-таки я... Видно, что я выступаю первый раз и нажимаю не на те кнопки. Спасибо. Почему не Россия? Мне кажется, мы можем. Мы можем опираться на имеющийся у нас опыт. Мы можем присвоить себе опыт запуска сложных проектов. Те же самые подносы, выдача пиццзали на подносах. И у нас есть команда. У нас разные ребята в команде, но всех их объединяет неравнодушие, забота об экологии. Давайте на них посмотрим. Это Ваня Шипицын, пиццамейкер из пиццерии Екатеринбург-1. Ваня учится на экологическом факультете, в свободной от своей учебы, от смен времени. Мы с ним созванивались. Искали место, где бы собрать картон от поставки в пиццерии. И вы лучше меня знаете, что его там просто нет. Иногда даже для лотков от теста. Но благодаря своей смекалке за месяц 420 килограмм картона Ваня собрал и решение нашел. У нас есть еще другие люди в нашем коллективе. Валера Старостин. Просто наш бизнес-девелопер. И просто отзывчивый человек. У меня была дрель. Это моя личная дрель. И была проблема. У Валеры были, как вы видите, навыки по работе с дрелью. И сверло по пластику. Оказывается, там нужны разные инструменты и примочки для этого. В общем, пицца в таком кейсе, очевидно, мокнет. Потому что пластик не впитывает конденсат. От горячей пиццы пар оседает внутри на стеночках. И вот это все мешает вкусу. Когда она лежала 60 минут на тепловой полке у нас в лаборатории, то, конечно, она была невкусная. Я вот пыталась эту проблему решить, но я копала вообще не туда. Помогло другое. Старая, добрая скорость доставки. Когда курьер привез мне пиццу из пиццерии в Москве, с Вологоградского проспекта в офис за 30 минут, пицца была вкусной. Действительно, я сама лично съела два кусочка. Все было хорошо. И, наконец, в таком безаналоговом проекте в России к нашей команде отношу клиентов. Наверняка среди ваших знакомых есть люди, которые сортируют мусор, носят свои бутылочки и так далее. В России есть много людей, которых волнует будущее, забота о планете. И вот эти экоосознанные клиенты готовы нас действительно поддержать. Они пишут мне регулярно, каждый день отзывы с просьбой включиться в этот проект. И они поддержат нас. Они будут возвращать вот эту упаковку сразу курьеру после доставки. Они напишут о нас в соцсетях, приведут свое комьюнити. Все ради того, чтобы этот проект жил. И затронем немного экономику. Если в вашей пиццерии нет посудомоечной машины, то, конечно, для вас это затратно. Но если она у вас уже есть, то это всего 6 тысяч рублей. Эти инвестиции на один год, в них входит закупка мощных средств, воды, расходы на воду, на электроэнергию и на закупку 10 кейсов. Я лично думаю, что и 5 на год хватит. Но если бы я тут написала 3 тысячи, то, возможно, вы бы вообще мне не поверили. Вероятно, есть еще один важный вопрос. Зачем нам это вообще все надо? Впереди вас ждет еще нас уплотнение. Еще я тут с этим дополнительным операционным процессом. Заказов будет очевидно мало. Действительно, я согласна. Это малый шаг, но этот шаг на пути к большим системным изменениям. Представьте. Ну, это, конечно, из-за разряда моей мечты. Вся сеть Додо Пиццы будет предлагать своим клиентам эту опцию. Может быть, тем клиентам, которым это важно, тем, кто заботится об экологии, или тем, кому это просто, удобно, сразу вернуть кейс, не будет оставаться коробка. Не надо думать, когда ее выносить. Я, когда готовилась к выступлению, прочитала один отзыв от клиента, что его беспокоит, что эти коробки надо сразу выносить. мусор, потому что кошечка их кушает. Поэтому, может быть, у вас есть тоже такое. Не обязательно думать о чем-то таком большом. И ведь лидерство – это не только про количество, но и про качество. И если раньше мы с вами буквально следовали за большими компаниями, то сейчас у нас есть возможности и предпринимательская дерзость тренды задавать. Я уверена, что мы справимся, потому что что? У нас есть план. Давайте его посмотрим. Итак, мы запускаем этот тест в России в этом году и начинаем только работать с эко-сознанными клиентами, то есть с теми клиентами, которые оставляют заявки на участие в этом мероприятии. Запускаем тест в Москве и Сыктывкаре. И да, с Эктывкаре тоже, потому что я точно знаю, что и в малых городах есть спрос на экологические решения. Потому что мне пишут клиенты из городов Туймазы, Вельск, Тихвин. И если я не назвала ваш город, а вы хотите участвовать, пишите мне или вашему бизнес-девелоперу. Но в любом случае я напишу всем партнерам, которые потенциально могли бы поучаствовать. А пока давайте вдохновляться вместе, посмотрим, как же это все, что я рассказывала, будет работать в реальной пиццерии и с клиентами. Заказывая доставку, вы получаете не только пиццу, но и упаковку. Много упаковки. Именно поэтому Додо Пицца решила доставлять пиццу в многоразовой упаковке. Опция доступна при заказе через наше приложение или на сайте. При этом стоимость доставки не увеличится. Когда заказ доставлен, переложите пиццу на тарелку и верните кейс-курьер. Мы тщательно моем и дезинфицируем кейсы после каждого использования. Это позволяет использовать один кейс до 500 раз. Делая маленькие шаги, мы придем к большим результатам. Алтын, смотри, что я тебе принес. Да, что-то знакомое. Да, спасибо. Именно такие штуки приедут, они классные. На самом деле будет немножко другой дизайн, но мы хотели вам показать. Ну что ты, все рассказывай. Должно быть очень удобно, я уверена. Спасибо. Давайте делать маленькие шаги вместе.